Очень сильно не рекомендую употреблять растворимый кофе, вне зависимости каким бы дорогим он не был. Любое растворимое кофе оказывает негативное воздействие практически на все силовые агрегаты организма. Не вредите себе! Однако, речь сегодня пойдет не о вреде кофе. Сегодня мы изготовим нечто полезное из банки из-под этого напитка. Кстати, вместо показанной мной банки, можно вполне успешно использовать и другие аналогичные емкости. Кроме указанного выше, понадобится жестяная банка, в которой осуществляется реализация чая. Опять же, можно выбрать и что-нибудь иное. Правда, стоит учесть, что лучше всего отдать предпочтение изделию, имеющему прямоугольную или квадратную форму. Определяю примерное расположение центра и сверлю отверстие. Сверление выполняю так называемым перьевым сверлом. Конечно, для сверления металла, даже очень тонкого, оно не предназначено. В то же время, это вполне действенный способ быстро получить отверстие достаточно большого диаметра. Для обратной стороны, заблаговременно, вырезаю сетку. Эта сетка от сетки, уже извините за тавтологию, для громкоговорителя. Хотя, по правде сказать, без этого элемента, в принципе, вполне можно было бы и обойтись. Но мы все же сделаем с ней и красивее, и функциональнее. Избавляюсь от краски, она нам только помеха. Убрать краску можно, конечно, механическим путем, но это долго и муторно. А поэтому я воспользуюсь специальной смывкой. В то время, пока от сетки откисает краска, я сверлю множество отверстий в большой квадратной банке. Эти отверстия необходимы для обеспечения возможности, без препятствий наговая его, прохождения воздушного потока в кофейную банку, которая будет закреплена в данном месте. Крепление кофейной банки будет выполняться с помощью пайки. Данные материалы прекрасно паяются обыкновенным, самым обыкновенным, оловяно-свинцовым припоем и ортофосфорной кислотой. Если бы речь шла об алюминиевых банках, то в таком случае проще всего закрепить ее с помощью винта и гайки, чем пытаться эти банки паять. В общем, выход есть всегда. Главное не бояться проявить смекалку, которая есть у каждого человека. Аналогичным образом, то есть с помощью пайки, я фиксирую и круглую сетку. Опять же, если вы делаете такую самоделку из алюминиевых банок, то чтобы не мучаться с пайкой алюминия, можно и вовсе обойтись без этой сетки. Я об этом уже выше упоминал. Последняя подготовительная операция подразумевает под собой сверление двух отверстий для установки гнезда для подключения питания и тумблера для подключения этого самого электрического питания. Для чего же питание, спросите вы? Питание для вентилятора от компьютерного блока питания. Этот вентилятор крепится к верхней крышке с помощью болтов М4. Настало время испытаний. В емкость засыпаю заранее замороженный лед и закрываю ее крышкой. Подключаю питание, напряжение 12 вольт и включаю устройство. Уверен, вы поняли, что это за самоделка такая. Это такой себе настольный кондиционер. Знай только лед подсыпай. К слову, изначально я планировал поставить двигатель от шуруповерта. Но в таком случае поток охлажденного воздуха чересчур сильный. А сильный поток холодного воздуха вызывает у меня на утро ангину. Это уже проверено. Вот такая отчасти колхозная самоделка из простых банок. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку. Пока.